Оксана Черепанова работает на железной дороге более 18 лет. Трудится заместителем начальника по кадрам. Приходится ежедневно общаться с большим количеством коллег. Рассказывает, когда началась пандемия, было страшно. И хотя многих в коллективе отправили на удаленку, а остальным раздали антисептики и маски, Оксана очень ждала, когда появится прививка. Сделала ее одну из первых еще в феврале 2021 года. Перенесла легко, никаких симптомов не было. Я отношусь, наверное, к тому благословенному обществу, которое воспитывалось в советский период. Когда прививки – это была норма. Когда люди понимали, что единственным методом борьбы с любой серьезной болезнью – это прививка. И лучше привиться, чем ею переболеть. Прививку сделала и 72-летняя мама Оксаны. А через полгода обе прошли ревакцинацию. Оксана рассказывает, многие коллеги также привиты. А когда появилась вакцина для подростков, Оксана предложила привиться дочери Ксении, учащейся в 10-м классе. Девушка согласилась. Когда уже у меня сделала мама, у нее это было необходимо, и она сама хотела, я поняла, что это нужно. Это нужно для нашего здоровья, для нашей безопасности в первую очередь. Поэтому к этому я относилась положительно. И также я ждала, когда сделают прививку для подростков, для детей младше 18 лет, потому что они тоже были в зоне риска и сейчас на данный момент находятся. Ксения любит спорт. Долгие годы занималась фитнес-аэробикой. Болеть в ее планы не входило. Как только прививка для подростков поступила в регион, Ксения вакцинировалась. Говорит, никаких осложнений не было. Несмотря на то, что в регионе сейчас спад заболеваемости, по словам медиков, победу над ковидом праздновать рано. Иммунитет не сохраняется навсегда. И если после первичной вакцинации прошло полгода, самое время ее повторить. Это поможет защитить не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Виктория Шарая, События.